Всем привет, с вами видеоблог Варс Тори, я Алексей, сегодня мы с вами находимся в пустыне, это будет автомобильная серия Когда в кадре BMW, Mercedes, вот такие вот марки, люди понимают, вот это успех, вот это хорошо Но на самом деле реальный статус находится внутри этих автомобилей, это три машины полные антиквариата Руку просто не просунуть туда, он загружен просто под крышку абсолютно полностью Здесь лежат вещи из калифорнийской коллекции, из Сан-Франциско, мы сейчас их везем И мне пришла дикая идея, просто меня вы вдохновили на нее переехать из Сан-Франциско, прям вот полностью по карте до самой Флориды, где я сейчас живу И это нужно было сделать либо на фургоне, скучно и долго, либо на машинах Это вот как раз вот то самое Машины я решил взять тоже не просто так У меня есть друг Дима, который здесь автобизнесом занимается в Америке, до этого перевозками Пацаны, это не серьезно Сейчас он с товарищем получил дилерскую лицензию и теперь у него есть доступ на все эти сказочные аукционы автомобильные На которые приезжает машина, у которой только сел аккумулятор, ей полцены срезают Халявный Rolls-Royce Кажется, что это миф, но нужно будет проверять Я решил проверить, купить три машины под перепродажу Нас ждут, смотрите Грубо говоря, взять автомобили в Калифорнии, купить их там, загрузить полностью антиквариатом Своим ходом привезти коллекцию на восточное побережье Там разгрузиться и машины потом продать Показать вам, сколько стоили машины, показать, сколько стоили сами по себе вот эти вот расходы За сколько я их продал и сколько в итоге получил прибыли Как только я это озвучил на канале, сразу огромное количество отклика Ребятам понравилось и в телеграм-канале я публиковал прям пошагово даже вот эту вот поездку саму Параллельно со съемками я решил вникнуть в историю автобизнеса Потому что если ты суешься в любой бизнес без проводника То есть так же, как если ты в антиквариат без специалиста суешься Ты обязательно нахапаешь проблемы А у меня проводник это Дима Сейчас вот я прям вообще доволен, что получилось это все совместить Забор коллекции, покупку, продажу машины, все, еще поездку Просто я, как говорят американцы, excited Я зашел на аукцион, посмотрел, нашел там предмет желаемый Это был BMW X7 здоровенный, в который бы влезла половина коллекции Я вот вроде привык к аукционам, но совершил очень распространенную ошибку Я уже внутренне подумал, что я сейчас заберу ее по старту плюс немного На этом аукционе в итоге внезапно выяснилось, что есть еще другие люди и мою ставку перебили Это знакомая ситуация многим клиентам, которые на WarStory аукционе В спонсоре этого всего проекта торгуются Потому что иногда бывает, что люди берут, ориентируются на какой-то минимум цены А потом раз и кто-то просто приходит и перебивает Причем даже перебивает иногда ненамного Так вот, за 10 минут буквально я решил перенести ставку как раз этого X7 Потому что я уже мысленно потратил эти деньги на вот этот X5 За нее я бился как лев и выиграл Просто охрененно я доволен сейчас Капец как В дальнейшем я думаю, ну на ней, получается, мы не увезем Она поменьше, чем X7 И мы стали искать что-то подобное Смотри, какая машина красивая какая Эту снимай Вот этот класс автомобиля Это минивэн семейный Который просто предназначен для движения по трассам Он предназначен для перевозки людей, грузов в мега комфортных условиях У Димы пришлось силой Chrysler отбирать Реально охрененная тачка, охрененная машина И третий автомобиль, который вообще решил наши проблемы Это Mercedes GLE Или GLE Вот с прицепным устройством Этот буксировочный пакет решил нашу проблему Потому что вот эти два автомобиля были куплены в Лос-Анджелесе Вы видите его на карте А коллекция находилась в Сан-Франциско И вот чтобы вот этот крюк не делать Мы стали искать еще один автомобиль в Сан-Франциско Офис филиала самого большого И самого крупного аукциона в Соединенных Штатах Равно и в мире Реально волнительная эта история Когда я первый раз попал на аукцион Это просто какой-то отбал башки был McLaren, Rolls-Royce, Ferrari Все любят играть в машинки Просто пушка, смотрите, какой цвет И там, смотрите, еще что там, Поршак стоит Мне реально хочется взять какую-то машину Вот типа вот такой В состоянии, чтобы она была Условно там за какие-нибудь копейки И потом дальше ее восстановить Можно так, да, сделать? За деньги да Огромная парковка В которой каждая машина открыта И в каждой машине есть ключи Бентли Никогда не слышала Просто идеально Но кто-то взял и сюда своим говнодалом наступил Ты можешь сесть, покрутить рулем, завести Открыть капот, посмотреть То есть для дилеров это вот такая вот опция Доступная Я как это, как свинья в апельсинах Запустили в огород Вот получается BMW И вот Это даже не дедушка 2002-70 Четвертого года Выпуска Настоящая Бэха Двухдверная Она уже на ковшах Она уже сделана Видите, под ралли Тем не менее Просто охрененно На разварочках Без каких-то там Дополнительных тонировок И прочего Вот такие вещи Мне тоже нравятся Просто за счет того Что у них вот дух свой И вот меня все равно тянет На что-то старое Ну лучше на машине, правильно? Неоновая просто мечта Смотрите Любого уважающего себя Стритрейсеров И здесь прям как в форсаже Видите, такой вот Селектор КПП Просто вот такая вот ручка Как рукоять управления самолетом Буквально На черных дисках Тонировочка там По ГОСТу, естественно Такая же, как сзади Так же Пятерка и в лоб На них прям здоровый, да, скрыт? Да А кто их покупает в основном? Кто? Наши люди покупают полигоны Черненькие ребятки тоже покупают Я не банан Все, ты его видишь? Ну-ка, ну-ка, ну-ка Аликс, да Все правильно Аликс Нас ждут, смотрите Первое впечатление от машины Было просто кранты Потому что, опять же Фотографии были изначально плохие Мы покупали По большому счету По описанию По приборам Мы открываем двери И там просто Не знаю, как это комментировать Там мусора Хреновая гора была внутри Грязище какая-то Здесь курили Машина На которую просто Судя по всему Забили Оставили И просто в ней Сидели недалеко от дома Чтобы домой не идти Идешь с пакетами Такой думаешь Идти домой и не идти Нет Сижу в машине Пивкодерну Вот такое вот было Ощущение Первая машина Первый старт Чего, ключ на старт Нажимаем Акум есть Завела Уах, булочка Слушай, вообще Сразу пропала ошибка Изначально Посмотрим, может еще появится Но это просто джекпот Именно из-за нее Мы ее взяли Наверное, тысячи на дыр То есть у нас не было конкурентов В Окленде заехали мы в магазин автотоваров Это жесть полная То есть Окленд Чтобы вы понимали Это один из самых опасных городов Америки Несмотря на то, что он находится В 20 минутах езды От прям вот центра Лос-Анджелеса Может в 30 минут И мы тогда заехали Просто нас завел навигатор Мы сначала начали понимать Что что-то не то Как-то куча мусора Бездомные с палатками и прочее Но это прям Не просто одна-две палатки Это прям система А потом дальше мы приехали Непосредственно в сам магазин И там получается заборы Вот такие вот Решетки И на первых И на вторых этажах Но нам нужно было Все это дело купить Мы туда заходим Выбираем что-то Вот смотрите И там берем с пола Что-то там Какие-то видосы снимаем И просто чел берет Хватает Какой-то автотовар И начинает уходить Украл прям вот Перед глазами охранника Прям вот у него Перед носом вещи Снять снял Потом думаю До хрена я это снимаю Но теперь вы это видели Это жесть конечно И ты такой оттуда выходишь И думаешь Сейчас снимут с тебя Там я не знаю Сумку Ключи Может быть машину увезут Еще что-то Короче мы решили Помыть машину Все-таки в Беркли Это уже хороший район Сами решили Помыть машину Честно говоря После того Как мы здесь по району Проехали Как-то не нашлось Здесь кандидатов И сейчас будем Приводить в порядок Веселуха Смотри Вот здесь вот была Изначально царапина И эта царапина Снизила рейтинг Автомобиля На аукционе Что тоже опять же Позволило Отвести внимание Врагов от нее И вот сейчас Вот мы эту царапину Просто сняли Практически полностью Если полирнуть Она уйдет на 100% В Америке конечно Дикое количество Всякой химии Ядовитой Поставили такую Специальную бомбочку На мойке Антитабак Которую ты распыляешь Убираем Нужно все закрыть Все двери Все закупорить Включить кондиционер На максимум Он там типа Прогоняет эту систему И потом дальше Еще нельзя заходить Туда Короче ядовитая Напрочь штука Как система пожаротушения В лодке подводной Второй день уже идет Мы видим Что здесь состояние Практически новой машины Здесь Там просто ничего не прокурено Все идеально Свежий запах 6 баксов стоит штука Такое Я не знаю 10 лет назад Я бы не представить не мог Меняем номера Сейчас опять на ночь Их надо снимать Потому что такие номера Крадут Потому что это дилерский Специальный номер Который выдается И ты можешь на любую машину Его поставить и ехать И вы понимаете Какие сразу схемы В голове возникают За ними просто люди Прям гоняются Посмотрите Чек-энжин сейчас пошел Сейчас пошли пропуски В зажигании И вот эта вот Блуждающая ошибка Которая периодически Регулярно просто проскакивает Чуть-чуть поработает И уходит Раз уж она вылезла То нужно все-таки сделать Чтобы в дороге Ничего не случилось Потому что делаем Как для себя Собственно сами и будем ехать В ближайшие несколько дней Соответственно Одно из катушек Нужно будет заменять И должно все пройти Потому что это такая Стандартная болезнь На этих двигателях Сейчас попробуем Это сделать все быстро И поедем дальше Завели машину Пошли щелчки Вытаскиваем все Обратно разбираем И меняем свечу Если сейчас после этого Всего дела Заведется нормально Поедет Исчезнет вот это вот Троение Это значит Что за эту свечу Нам скинули Тысячи три доллара Почти 300 тысяч рублей За замену свечи Люди были просто в шоке Потому что было непонятно Как так Мы просто припарковались Встали на обочине Грубо говоря Ну на парковке Открыли капот И разобрали там Пол машины Пол пластика Вынули вот это вот все И поменяли Народ на нас смотрел Вы что реально Это сами делаете Но мы сделали Все нормально Руки прямые Вот сокот прошел Три с половиной часа Замена свечи И катушки зажигания Но мы теперь можем это делать И мы теперь знаем Как это делать Все диагнозы Поставленные сбылись Реально исчезла проблема Просто охрененно Теперь все это убираем Едем за прицепом И теперь уж она точно Доедет Куча разных прицепов Трейлеров Смотрите Вон сейчас мы будем цепляться Здесь американцы перевозят Таким образом Свои вещи Из квартиры в квартиру А это будет наш прицеп Честно говоря Я рассчитывал на какой-то Более нулевый сохран прицепа Но тем не менее Что-то должно влезть Очень мы сильно спешим Потому что Хозяин нервничает Еще больше Вопрос с коллекцией Был решен Вот вы видите Сейчас на своих экранах Это охренительная подборка И здесь еще куча вещей Фото пулемет Это просто пушка Посмотрите Таких пулеметов Снимали воздушные бои Над островами Над Атолом Это просто охренение Японские мечи Гитлер Югент И прочие-прочие-прочие Артефакты Вот это для американцев Просто мега редкий китель Мега редкая выворотка Охренительная А это тренировочный снаряд Для флота Служил большие орудия Им заряжали То есть он весом Вот как настоящий снаряд Надо будет попробовать его разобрать Там скорее всего Внутри Какой-то стальной стержень Что это такое Блин, прикольно Что многое уже оформлено И вот то, что оформленное Прямо таким же образом К себе поставлю И возможно Даже на аукцион Что-то буду так же выставлять Человек собирал Просто всю свою Осознанную жизнь Больше 20 лет Получается Мы остановились И потом Внутри Внутри И он Пустили И Можем не хотели И Мы нашли Немного Таких Можем Служить Это Очень интересно И Это Став Это Стоит Энжин Германии Аэркрафта Из Какого аэркрафта? Это БФ-109? Нет Я Я но англоязычном потому что он американец он предложил мне эти вещи я в итоге выкупил абсолютно все кроме пулеметов забираем принесем вниз вот здесь вот есть мечи их мы положим в коробку отдельно здесь несколько коробок вот эти головы вот эти манекены это все едет вот эти два манекена файл 10 коробочки и кассовый аппарат забрали коллекцию пристегнули прицеп поехали в лос-анджелес по пути мы общались с дальнобойщиками по пути мы общались с ребятами которые относятся к автобизнесу которые занимаются тоже перевозками и там прям такие крутые знаете интервью на обочине получились макларены ламбы потом тебе уже все это надоедает машина дональда трампа проснулся стал зарабатываю 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 сел поехал начинает нравится вот быть в этом одиночестве все приехали за бабками за лучшей жизнь ночевка между лос-анджелесом и сан-франциско закончена сейчас 7 утра дима уже готов погрузить себя осталось покрыть мячи мотель охрененный здесь честно говоря знаете такое хоть в отпуск сюда приезжай а еще прикольно горы вот эти вот смотрится вечером это дело все загрузили но выглядит охрененно люди какие-то в салоне еще что-то и самое главное тотем нашей поездки это касса просто охрененно она работает мы разберемся как она работает дальше на ее бы еще надо вскрыть потому что я там не смогли открыть и это немножко такой как мистери бокте было до 1000 сделано реально что-то лежит по понятное дело что там нет миллиона долларов серьезные деньги так что интересная история сейчас загружаем это все едем дальше димон здорова качка огонь вообще просто дмитрия мы встретили заехали в аэропорт прям с прицепом запрыгнули и сюда прибежали здесь мы забираем две машины уже заранее выиграны на них все документы пришли все в порядке сейчас будем формировать нашу автоколонну уже полностью здесь конечно огромные площади здесь еще больше машин а где все битые халявные паршаки халявный rolls-royce да не бит не крашен без пробега по рф кстати такая красота просто их прям как специально здесь выстроили восьмер двойку что ты здесь делаешь ладно пусть будет x6 ax 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 я так понимаю что эта линия уже проданных автомобилей потому что это салблат все украдено до нас сколько такой макларен стоит 1170 у них сильно большой депрессии типа они сильно падают цене ну как все люксово что-то елик не падает гелик это отдельная машина я знаю ортодоксов геликов которых уже есть свежий еще больше свежий этот старый с которого они начинали чтобы не забывать свои корни если ты подойдешь вот так и поставишь камеру сверху это будет ferrari рома зачем платить больше ну да кому-то повезло за них прям битва ну она пахнет даже новой машины я уже чувствую чувствую что они где-то рядом это что за каравелла знакомая да или она же правильно она это вот называется здесь в америке капитанские сидения никогда один вот такой вот здоровый получается диван когда отдельные кресла это считается как люксовой дополнительные опции которые стоят еще плюс топ денег давайте смотреть надо чтобы она завелась холодный старт мы его сейчас испробуем погнали как часы просто заднее правое колесо сейчас без давления соответственно нам сейчас нужно будет поухаживать за автомобилем любопытно если здесь насос или нету он вряд ли но вполне вероятно что просто датчик потери сейчас у нас подожди стресс-тест пройден здесь нужно будет сделать предпродажечку правильно вот это вот нужно будет подотереть ничего внизу тут так вот пожалуйста почти ровный пол час мы по моему эти можно было тоже не они вниз пол должны уйти в пол вот девушкин кот нихрена себе трофейчики пошли оба нормальный ход так что там ну ка ну ка ну ка хоп зонтик зон здесь зонтик есть значит рассчитывал на больше охренеть просто охренеть даже грузовик и на эти полы мы как раз нагрузим сюда всю свою мебель и сюда мы положим основную часть коллекции интересно как едет крайслеров у меня никогда не было но под наши цели и задачи это просто охрененный вариант риски были минимальные потому что она вот все по зеленому свету практически с гарантией продавалась также я вот по кузову вижу здесь судя по всему тоже были занижены оценки на это было видно по фотографиям деле очень шикарная машина мне очень нравится часто ты именно вот находишь чтобы вот прийти вот она была именно вот ожидаем чаще конечно ожидания превышают реальности к сожалению деньги решают если ты чуть чуть больше даешь эта машина того стоит и возможно сэкономишь будущем гораздо больше времени и денег если возьмешь изначально хороший вариант мы ее отмоем посмотрим вообще будет хорошо но у меня реально сейчас нет терпения часто на лопнет и все капец пошли смотреть у меня вы прямо убила вы здесь вы не дождетесь насколько популярны такие машины в россии я таких особо не видел вообще заказывают их ни разу ни разу не обращались подобным запросам но машин хорошая машина хорошая наверное проблема запчастами что она вообще для россии что такой крайслер вообще крайслер россии котирующаяся тема у меня ну конечно типа волга сайбер волга сайбер козыряла тем что охрененный бумер x5 как я скучал просто по бмв учитывая что я занимаюсь немецкими вещами я занимаюсь немецким холодным оружием немецким антиквариатом и естественно я люблю немецкие машины у меня собственно антиквариат японские немецкие с машинами точно также сложилось то что первая машина у меня немка была это был opel ходе тут в экранах он такой не сильно впечатляющий но первый я такой думаю даже будет моя машина на месяц условно и так и надо взять бы и получается у нас колонна теперь состоит из мерседеса бмв ну и всю грязную работу будет делать храйслер пацифика ну или тяжелую работу здесь жалко салон охрененно красивый прям приятный и самое главное не заюзанный то есть мы здесь видим что ничего серьезных пятен еще чего-то не было здесь тоже такое ощущение что предпродажную подготовку делали хотя машина продавалась но типа как есть пробег здесь маленький 20000 пробега с небольшим и здесь точно также это видно по рулю к сожалению сейчас вот у нас здесь ничего не работает на барабанная дробь не сбросили что машина не заводится приехали я надеюсь что все в порядке риски конечно есть что-то с ней не то но она как-то сама-то приезжала ездить должна возможно здесь все-таки сел аккумулятор м пакет здесь стоит видно еще со стороны и вот по вот этим вот деталям плюс еще конечно бампера вот эти вот все дела тоже чисто и мощные я прям доволен вот она вот здесь мне сейчас осталось для полного счастья чтобы ее завели чтобы мы могли на ней выехать сердце колотится держим пальцы а пошла завелась нормально все с ней пошли на стройке все дела это просто оправданное ожидание но вы не представляете насколько это круто как столько вложил в эти самые ожидания это просто капец по сути я сейчас как перекуп беру машину для того чтобы ее там отдать но я уже мне кажется в не слишком сильно эмоционально инвестирую за счет того что не знаю как-то соскучился именно вот по вот этой вот немецкой истории тем не менее я люблю свою работу это очень круто и я прям давай крестьянам кнопки нажимать я такой штуки не видел суши смотри это какая-то опция что лухарь я не знаю я отстал от жизни или как восторгаемся немецкими технологиями да все закрылась то есть вот таким вот образом открываешь хоп и она там сама отъезжает что-то на богатом это что-то на богатом у меня такого не было шикарно здесь даже переднего номера не устанавливал смотрите здесь ничего не покоться на просто хрень это красиво и самое главное это еще и совпадает с моим жизненным и рабочим кредо потому что если я подбираю какой-то антиквариат людям я подбираю то что прям нравится то есть я беру себе в коллекцию потом как из своей коллекции от алексея сельченко я предлагаю вещи и поэтому когда я увидел просто эту машину когда проигрался и к 7 потому что он пошел там выше ожиданий но на самом деле надо было его тоже брать потому что там под перепродажу прям самое то переключились на эту машину и блин очень круто это вот как раз вот то самое когда мне нравится то что я собираюсь продавать вот это вот это просто исключительно моё студенчество пришло на умер второй то у меня сейчас уже я не знаю минут наверное 40 просто играет в голове проигрыш занимает свои места согласно боевому расписанию дима сюда я сюда другой дима на мерседес и мы едем к моему товарищу который здесь буквально в 20 минутах отсюда находит попробуем сегодня интервью снять со зрителем канала с подписчиком канала и у него есть еще коллекция может быть даже коллекцию отсмотрим будет интересно здравствуй александр так встречают наши соотечественник куда все вещи нулевые подевались минтищи диком армейский кортик еще один кортик нравятся оба книга крутое тоже ценится сильно я их ну кто бы видел просто картинки на пустящее не пустят именно так откуда ты их сюда стал